Привет дорогие друзья, на связи Руслан Ашаров. В этом видео расскажу как при неполной занятости зарабатывать в интернете от 300 долларов в месяц, используя сервис Яндекс.Толоко. У меня уже есть отдельный плейлист на эту тему, я много достаточно об этом говорил, рассказывал как зарегистрироваться, как начать зарабатывать и так далее. Вы позже сможете с этим плейлистом ознакомиться, ссылка будет в описании. Мы же сегодня разберем, для тех кто не знаком с сервисом, я коротко расскажу, что это такое, как здесь начать зарабатывать уже сегодня. И для тех, кто уже работает в сервисе, но еще не вышел на достаточный уровень, я имею ввиду по критериям Яндекс.Толоко, хотя бы от 10 долларов в день, то я дам некоторые рекомендации, которые помогут вам увеличить доход в сервисе. Давайте перейдем на экран и начнем разбираться. Итак, друзья, показываю вам свой личный кабинет, мы видим, что на счету у меня сейчас 125 долларов. Это я заработал буквально за 10 или 12 дней, но давайте ниже пролистаем, я вам покажу наглядно. Мы видим здесь результаты, то есть если раньше, мы видим, я зарабатывал здесь 1 доллар, 3 доллара, когда-то было такое 7 долларов, то есть вот такие суммы, то вот здесь уже резко у меня с 3 долларов начало получаться 10, 11 и 12 и так далее. Вы можете даже остановить видео, посмотреть здесь по числам, здесь посмотреть более поподробнее, если хотите. Как это получилось сделать и что это вообще за сервис? Давайте для новичков я коротко расскажу, что это за сервис. Сервис Яндекс.Толока это сервис от Яндекса, как вы понимаете, и он выступает в роли посредника между работодателем и исполнителем. То есть работает по принципу буксов, если с буксами вы знакомы, но только с той разницей, что здесь нет непорядочных заданий, типа кликов по рекламе и так далее. Здесь можно заработать гораздо больше, если ответственно, честно, порядочно относиться к выполнению заданий. Но об этом я еще поговорю, дам некоторые рекомендации. Все очень просто, регистрируйтесь в сервисе, подбирайте задания, начинаете зарабатывать. Есть, конечно, более сложные задания, не буду кривить душой, что новичку будет гораздо сложно выполнять, не имея определенной подготовки. Но у меня есть, кстати, курс на эту тему, как новичку абсолютно без знаний, без навыков начать зарабатывать уже с первых дней на высокооплачиваемых заданиях. Можете по ссылке в описании потом перейти и ознакомиться. Ну, а для тех, друзья мои, кто уже работает в сервисе, но пока не получаются даже вот такие результаты, давайте я дам несколько рекомендаций, как повысить свой доход. В частности, на проектах DBD. Я думаю, если вы работаете, вам знакомы эти проекты, то есть на сравнении поисковых выдач. Я здесь себе сделал пометочки. И первое, друзья мои, это подбор заданий. Ну, с подбором, я думаю, это понятно. Действительно, единственное, где можно заработать, это проекты DBD. Подбирайте задания. И второе, друзья мои, это качество выполнения. То есть отнеситесь очень ответственно, внимательно к выполнению заданий. Даже если у вас падает навык и задания даются по 1-2 цента, представьте, что вы выполняете задания по 10 долларов. То есть отнеситесь к этому ответственно. И тогда постепенно у вас поднимется навык, вы за одно и то же задание будете получать совсем другие суммы. То есть здесь можно получать как 1 цента за задание, так и до 1 доллара. То есть и уделяя одно и то же время, по сути. Третье, друзья мои, регулярность. То есть регулярно выполняйте задания. То есть как вы ходите на работу. Это та же работа в найме, только есть ряд преимуществ. Можно заработать в удобное время. Можно делать себе выходные в любые дни и так далее. То есть есть ряд преимуществ, поэтому стоит к этому присмотреться и начать здесь зарабатывать. Регулярно это делайте, выполняйте задания. И четвертое, друзья мои, я вам посоветую, ставьте цели в Яндекс.Толоке не по деньгам, а по количеству выполненных заданий. То есть если вы ставите задание, цели по деньгам, к примеру, заработать 10 долларов в день в течение суток, то выполняя задания, у вас может падать навык. За одно задание, например, вам платили 50 центов, тут заплатят 2 цента. И вы не будете в большинстве случаев достигать цели по деньгам. Когда же вы, ну это будет вас расстраивать, а когда же вы выполняете, ставите цели по количеству заданий, например, в проектах ДБД сделать 20 заданий, вы их выполняете качественно, у вас со временем появляется понимание, сколько времени нужно уделять на каждое задание, и вы постепенно, постепенно улучшаете, повышаете навыки, вам за одно задание платят уже больше. То есть за одно задание вы можете получать 60-50 центов, 1 доллар, и представьте, сколько это денег. По сути 20 заданий по 50 центов, это 10 долларов. Пожалуйста, неплохая прибавка, если работать каждый день, вот вам 300 долларов в месяц. Вот такие, друзья мои, рекомендации, такие вот советы для тех, кто прислушается и начнет повышать свои навыки, начнет что-то зарабатывать здесь, я буду очень рад. Пишите обязательно в комментариях, подписывайтесь на канал, будем с вами общаться. Пока!